Дольщикам поддержка, застройщикам надзор в Югре. Сегодня прошло заседание рабочей группы по решению проблем участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Речь идет о значительном срыве сроков сдачи в эксплуатацию жилых домов сразу в пяти муниципалитетах Югры. О том, как окружные власти собираются помогать участникам долевого строительства в следующем сюжете. Вот этот сургутский долгострой, 18-этажка на 258 квартир, сдан будет. Хоть и не в обещанные сроки, а на два месяца позже, 4 сентября. Таков итог встречи представителей мэрии и застройщика. Беседа была инициирована одним из встревоженных дольщиков. Строители пообещали управиться к новому сроку, чиновники проконтролировать выполнение обещания. Со стороны администрации, мною как исполнительной обязанности главы было на поручение профильному заму взять на лично особый контроль ход достройки этого объекта. Мы планируем буквально в понедельник выезд с моим присутствием подрядной организации и по желанию мы туда пригласим дольщиков. Как утверждает строительная фирма, задержка объясняется недостатком финансирования. Но теперь все будет хорошо. Тем более сделать осталось совсем немного. На сегодня остается выполнить работы по благоустройству. Работы уже начались, то есть вывозится мусор. И отделочные работы в местах общего пользования. То есть работы тоже ведутся. Основные работы по подключению дома к инженерным сетям, монолитные работы, в том числе и по установке окон, двери они выполнены. В Югре сегодня насчитывается 82 участника долевого строительства, чьи права нарушил подрядчик. Все они состоят в особом реестре, который позволяет сократить моральный и материальный вред, нанесенный нерадивыми строителями. А такие случаи сегодня зафиксированы в пяти муниципалитетах Югрын. В отношении данных граждан, соответственно, они уже имеют право на меры поддержки государственные. То, о чем мы говорим, что 166 окружной закон. То есть, соответственно, вот эти граждане, которые признаны именно обманутыми, да, то есть они имеют право на меры поддержки. На рабочем заседании комиссии по решению проблем, возникших у югорчан при участии в долевом строительстве, сегодня были выслушаны все спороны процесса. Работники муниципальных администраций, представители застройщиков и непосредственно сами дольщики. Так гладко, как в Сургуте, складывается далеко не везде. Тем не менее, в правительстве округа оставлять жителей Югры наедине с проблемами не собираются. Им будет оказана финансовая и юридическая поддержка. За застройщиками будут пристально наблюдать. Кроме того, в ходе заседания появились еще и альтернативные решения. Была ситуация, которую выработали в Нефтьюганске, это создание ЖСК для завершения строительства объекта. Но здесь нужно сопроводить очень аккуратно. И вот, наверное, основная задача нашей рабочей группы и администрации на местах, для того, чтобы не и конкурсные управляющие, которые сегодня стоят при банкротстве застройщиков в управлении, ну, что называется, не обманули. Это второй раз особенно граждане, которые хотят решить свои проблемы. А сейчас в правительстве Югры рассматривают возможность расширить мироподдержки для участников далевого строительства. Павел Желтовый, Игорь Батищев, Юр Загиров, телекомпания Югра, Сургут, Ханты-Мансийск.